здравствуйте дорогие друзья проект откровения и я вновь на ваших телевизионных экранах скажите мне пожалуйста любите ли вы старые песни да конечно же я уверен что многие из вас просто их обожают а вот в паладаре появился просто необычный замечательный и главное талантливый проект новые старые песни а вот авторы этого проекта не менее талантливые обожаемые мной люди мои коллеги журналисты так вот она говорит если явить себя миру то нужно сделать это талантливо а вот он на вопрос о личной жизни говорит сегодня но сегодня это служебный роман дорогие друзья я сегодня представляю замечательных гостей это журналисты константин шелков и куралай шаев метова вам добрый вечер здравствуйте но я просто вот мы не могу вам не аплодируй к на минуту целую буду подирать он здравствуйте 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 рад вас видеть просто но сегодня будем говорить не о журналистике она сама по себе очень глубокая как наука вот о творчестве написать пик текст журналистский текст исполнять песни песни всегда в душе у вас вот константин запустим те вопросы да нам песни строить и жить помогает но я люблю петь просто нигде не возможность такой нет не было площадки где это все реализовать до округа и можно назвать площадкой скажите пожалуйста все это так хорошо мне улыбаетесь и дила константин искал площадку какой типа павлодар news дорогие друзья замечательное информационное агентство павлодар news оба там работает это вот начальница выпускающий редактор этот журналист еще и фотограф замечательных ну все просто в них сложилось вот ходил-ходил искал площадку и не чая лбами столкнулся с куралай так бы нет 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 тут немножко романтичнее что ли я для нее пел да она очень любит как я пою собственно говоря она мой зритель она мой зритель мой любимый зритель мой любимый зритель давайте вспомним как это было все таки скажи пожалуйста но идет рабочий процесс написание текста все это нужно сделать нет никаких никаких текстов ты боже мой ребят ну неужели так все было банально рассказываю романтика где было ни в коем случае наоборот все было очень здорово я в очередной раз и белые дефирамбы но мы вдруг вспомнили что каталом нет 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 ну мы уже встречались я же говорил он все так вот и мы вдруг вспомнили что скоро новый год и у нас будет корпоратив а в прошлом году на корпоративе ну была такая идея чтобы от каждой редакции был свой номер и мы что-то к слову об этом вдруг решили а почему бы нам с ней вдвоем не исполнить какую-нибудь песню собственно говоря вот я пел старый год это давай споем вдвоем это дуэтом вообще замечательно давай так и сделаем давай споем потом она говорит а давай ты один куплет споешь на казахском вообще буду здорово я переведу сейчас все быстренько тут же на месте тут же перевела все мы порепетировали немножко и у нас было зародилась такая идея музыкального образования ну природа мать слух голоса что-то есть в твоей биографии не знаю честно сказать ну я смысле музыкального образования мне точно нет просто люблю петь просто люблю петь а вот ты очень хорошо поешь но очень мало пока разговариваешь скажи мне пожалуйста да вот перевод и все остальное до этого текста это все сложилось у тебя все-таки в твоем детстве где-то что-то промелькнуло да в плане музыкального у меня я немножко ходила играл на пианино ну так это было буквально наверное несколько месяцев но не очень мне понравилось если честно но просто вообще музыка музыка вообще мне всегда очень отвлекается я очень люблю петь с детства но всегда пела только для домашних очень как-то думала вот ну да как перед людьми петь вот и очень была удивлена узнать что константин тоже поет а тоже вот в кругу близких людей скажем так потому что мы с ним общались я знала что талантливый журналист я знала что замечательный фотокорреспондент но о том что он еще любит петь вот узнали когда стали сближаться как-то лучше сдавать друг друга и мне очень нравится действительно как он поет особенно старые песни я сама любитель именно старых песен классики какая семья романтичная замечательно да мне 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 очень кстати нравится как он поет песни из иронии судьбы вот да из служебного романа в общем вот такие в общем романцами у тебя да и я была просто покорена и вот старый клем песня тоже для меня очень приятное в исполнении очень такая романтичная поэтому с удовольствием спела и платье я говорю это бы это просто обалденно такое ретро да скажем сегодня прям вот на все вот в таком стиле интересно романтичные вообще скажи мне пожалуйста я да я очень романтичная я очень люблю романтичные жесты и вот в этом плане мне с кости очень повезло потому что он тоже романтик то есть вот неожиданно принести цветы на работу это для него очень запросто и мне прям должна состояться в городе павлодаре а журналистика она никакой романтики не терпит это факты это оперативность как себе актерская еще нужно выработать мастерство или это дает хлеб а это духовную пищу да наверное это какая-то отдушина для нас одушина все-таки отдохнуть от вот этих бесконечных текстов потому что да я выпускающий редактор на ленте то есть это каждые полчаса новости выдаем и вот чтобы немножко действительно разгрузить себя голову очень помогает и и да и вот такой вот отдых самая такая вот интерпретация необычные интересные дорогие друзья старый клён вот в этом вашем замечательном проекте новые старые песни почему новые потому что в этих песнях и что-то новое я правильно понимаю гениальное название просто я вам аплодирую с нашими зрителями пойти в конце концов то уже и старый клён старый клён старый клён стучит в стекло приглашая на с друзьями на прогулку а чего от чего от чего мне так светло от того что ты идешь по переулку Отчего, отчего, отчего мне так светло? Оттого, что ты идешь по переулку. Кар жауып, кар жауып, кардын жалғаны бетті, коктемның бізге кайта оралғандай. Нелектен, нелектен, нелектен жаным таныш, өткені маған жылы сен қарадым. Нелектен, нелектен, нелектен жаным таныш, өткені маған жылы сен қарадым. Погляди, погляди, погляди на небосвод, как сияет он безоблачно и чисто. Отчего, отчего, отчего душа поет? Оттого, что кто-то любит журналиста. Отчего, отчего, отчего душа поет? Оттого, что кто-то любит журналиста. Браво, заслышал ты Браво, просто Отличная интерпретация Но новизна по-другому не скажешь Прямо прочувствовали, да? Да, да Произведение Казалось бы, да, вот сколько лет этой песни? Очень много Да, с 60-х, да, где-то? Ну да, у вас поменения было, никто еще не задумывался Кстати, давайте про ваш возраст поговорим 43 года и 39 лет, дорогие друзья Как думаете, кому? И не надо об этом задумываться, молодые, в общем, да? Да, молодые Нашли друг друга, дорогие коллеги Павлодар Ньюз, завидуйте, завидуйте Вот такие таланты Рядом с вами уходят, я надеюсь, на руках вас там носят Да, мы, кстати, ну, очень часто всегда Дружный коллектив такой Да, очень дружно, у нас замечательная редакция Очень творческая Я думаю, что, может быть, еще и поэтому зародилась Какая-то идея сделать творческий проект Потому что вот наши коллеги С какой-то такой теплотой Всегда на нас смотрят Ну и аплодисменты, дорогие друзья Это самое важное, ребята, дружные и сплоченные коллектив Это здорово И не было такого, вот вы на этом корпоративе Эту же песню пели, да? Так вот Так вот Возвращаясь к Перемотали, возвращались Да-да-да Корпоратив был, да? Но, собственно говоря, номеров никто ни с кого не требовал Да потому что все успели вовремя, нет? И до того И мы решили несколько расширить Сделать из нашего номера поздравление Раз он уже есть Да, раз уже он и есть И мы сделали видеопоздравление поздравления, сняли небольшой ролик. Вот. Клип. Ну, хорошо, клип. Мы сняли клип. Использовали, опять-таки, кадры из фильма «Девчата». Мы снимались на хромакее. Да, на хромакее. Ну, подумали, что мы тоже можем, то есть, войти, ну, в роль. Да? Да. Вот. Я оделся как бригадир. У меня был образ учительницы, наверное, тех лет. Либо библиотекарь, учительница. Да, что-то воспроизводит. И мы, да. Собственно говоря, вот с этого все и началось, потому что нам это так понравилось, и мы решили продолжить, соответственно, наш... Эксперимент? Совершенно, да. Наш творческий эксперимент и уже сделать что-нибудь к 8 марта. Вот. У нас, получается, так выходит, что между клипами у нас, ну, два месяца. Где-то проходит так вот, потому что ко второму мы уже готовились, ну, уже было более интересно, мы искали место, чтобы было натурные съемки, в квартире, с реквизитом, потому что печатная машинка. Вот, кстати говоря, вот вы обратили внимание на платье. Это платье... Оттуда из клипа пришло. Да, из клипа. Мы его специально искали. Все, я каждый умернее, пожалуй. То есть, все образы были продуманы. Все продуманы. Это какой песней мы так готовились? Второе, это вот был уже 8 марта. Ландыши. Ландыши, да. Ну, Ландыши, это май, конечно, но это кого бы беспокоило? Нас, по крайней мере, нет. С нашей погодой, знаете, Ландыши скоро и в феврале могут свистеть, да? Да, да. Нормально. Кто же виноват, что прописали там, да? Да, поискали. Цветов-то нет. Нашли, естественно. Ой, как это было сложно найти. Да. Ну, нашли, слава богу, там тоже было так интересно. В общем, на каждый раз нам, каждый раз история. И все сложнее и сложнее у нас эти клипы получаются, потому что и людей больше задействовали. Но их же три на сегодня, да? На сегодня три, да. Последний был 9 мая. Но там еще сложнее, потому что нужна была форма военная. Ей для меня очень было тяжело найти место, где бы мы могли сниматься. И где снялись? В 15-й школе там как раз она старая, во-первых. Во-вторых, там идет ремонт для нас это просто счастье. То есть это битый кирпич, все вот это вот не очень, все это заброшенное, разбитое. Привлеки нашу коллегу. Да? Да, да. Ибека. И песня-то как называется? Айбек Жматов у нас снялся в роли военврача. Песня была «Случайный вальс». Это знаменитая песня Утесова. И вот, ну в этот раз мы решили, что Константин должен спеть один эту песню, потому что, ну там, она очень мужская, она больше вот именно судьба. А ты там что делала? А я танцевала. Как раз таки, да. Она была медсестрой. Я была медсестрой, и мы с ним вот кружились как раз в вальсе. Айбеку привет, кстати, огромный. Уважаемый тоже человек, привет, привет тебе огромный. Дорогие друзья, давайте посмотрим тогда этот случайный вальс, эту замечательную киноверсию, скажем по-другому. Внимание на экран, мне прям любопытно. КОНЕЦ Ночь коротка, спят облака, и лежит у меня на ладони незнакомая ваша рука. После тревога спит городок. Я услышал мелодию вальса, и сюда заглянул на часок. КОНЕЦ Ночь коротка, и сюда заглянул на часок. КОНЕЦ КОНЕЦ Ночь коротка, и сюда заглянул на часок. КОНЕЦ 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 это все-таки, да, Теландосу, да? Ну, во-первых, и постарались, и потом на монтаже, там, немножко, ну, в общем, свои тонкости есть. Свои тонкости есть, о них рассказывать никому не надо, потому что возьмут и слямзят, да, потом, согласитесь с нами. Их надо было держать определенным образом, в общем, так, чтобы в кадре... Вот, теперь давайте к вашим репликам. Вновь я перематываю пленку в своем начале программы, дорогие друзья, я там говорил о том, что не бойся моей программы, говорит, если явить себя миру, то сделать это надо талантиво. А вот на вопрос о личной жизни гость моей программы говорит, ну, личная жизнь сегодня — это служебный роман. Вы поняли проект Откровения все-таки сегодня на экранах, вы пришли именно в эту студию, и сейчас я с вас вытяну все о вашей жизни. Из чего вдруг ляпнуло, что если сделать что-то, то сделать талантливо? Потому что, вот я, опять же, возвращаясь в свое детство, я очень стеснялась выходить и петь, потому что, казалось бы, вот что-то я там не дотягиваю, что-то, может быть, недостаточно. А потом, вот, когда я немножко походила в школу вокала, вот, походила на танцы... В комплексе, ее там выбили? Да, раскрепостилась и подумала, что если человек хочет себя в чем-то проявить, он всегда найдет своего зрителя. И пусть проявляет, но только талантливо, да? Да, ну, в этом мы старались. Вот. Надо дать должное и Костя, он не терпит никакой халтурщины. То есть, если мы что-то делаем, это должна быть максимальная достоверность. Но я здесь полностью его поддерживаю, я тоже придерживаюсь такого взгляда. Поэтому мы очень тщательно подбираем и места съемок, и наши костюмы, и реквизит. То есть, если мы заявляем о 60-х годах, там где-то не должны мелькать современные вещи в клипе. Ну, вот очень стараемся. То есть, сотовый телефон там, не дай бог, где-нибудь приятно? Да. То есть, даже никаких там попыток привлечь внимание, нет, все должно быть выверено и достоверно. А вот в своей личной, обычной человеческой жизни, ладно, в творчестве, чтобы явить миру надо талантливо. А чтобы вот в целом, вот, в жизни-то, скажи мне, все должно быть идеально дома, в семье у тебя сын, да, 9-летний? Как зовут? Акмаль. Акмаль, привет тебе огромный, замечательный просто ребенок 9-летний, все-все у него впереди. Вот здесь вот о талантливости, об идеальности, как? Ну, здесь, скорее всего, вот я талант и идеал, я бы не поставила там знак равенства. Потому что я, например, в жизни я больше творческий человек, поэтому у меня не всегда все идеально, то есть я могу где-то и опоздать, я могу где-то... Я навижу таких людей, кстати, по секрету Константинской. Да, ну я очень стараюсь, я, видите, сегодня я пришла очень вовремя. Ну еще бы на ночь глядя. Я, наверное, почувствовала, я, наверное, почувствовала, что вы как раз такой человек и поняла, что там опаздывать нельзя, вот. Но у меня иногда бывает какое-то вот такое творческое спонтанность, скажем так, вот, но мне она, наоборот, только помогает. Мне кажется, она делает жизнь только интереснее. Только интереснее. Вот у тебя, сколько у тебя служебных романов было за всю свою жизнь? Как ты этот роман можешь назвать, скажем так? Просто повезло. Да, тем более мы знаем-то давно друг друга, потому что коллеги просто по разным редакциям работали, а потом вот как-то так пришла в нашу редакцию и вдруг из того не сего. Вначале открыли окно и туда залетела любовь. Да, вполне возможно. Понял. Ага. А там до того, как окно открыли, она залетела, сколько их было? Служебных романов, скажи мне, пожалуйста. Служебных не было ни одного. Ни одного. Ну и по идее-то повезло, действительно повезло. Ну, хоть, ну, испытать служебный роман. Мужчина, когда? И планируешь ли ты предложить руку и сердце, скажи нам, пожалуйста? Конечно. Конечно. Ну, вот. Предложил? Нет, уже, ладно. Все. Уважаемый режиссер, отрежьте нам полкартинки, убираем гостя. Рассказывай. Мы, да, мы уже это обсуждали, и я была бы очень рада связать свою жизнь с Костей, потому что человек очень подходящий и по духу, и вообще удивительный, такой тонкой натурой чувствующий человек. Поэтому для женщины это вообще огромная редкость и удача большая. Мне тоже так, что повезло. Мы работаем в этом направлении. Давайте так. Это помните, как в кино «Левуфи голуби». Они с Василием обрели друг друга. Вот это и случилось. Ну, дай Бог. Зарей, да любовь вам. В общем, благословляем всю эту историю. Ладно, что, ну, давайте мы все-таки послушаем это произведение. Ну, хотите, я вам проаплодирую, Андрей Павлович. Ты сегодня мне принес ни букет из алых роз, ни тюльпаны, ни лили. Подарил мне робко ты, очень робко... Очень... Давайте все за мной. Перемотали. У нас же чудо программы. Протянул. Да, вот это я слово все время забываю. Ну, хорошо. Ты сегодня мне принес ни букет из алых роз, ни тюльпаны, и ни лили. Протянул мне робко ты, очень скромные цветы, но они такие милые. Ландыши, ландыши, светлого мая, привет! Ландыши, ландыши, белый букет. Пусть не ярок их наряд, но так нежен аромат, в них весны очарование. Мол создатый, ты мне, алгешкек, кызды сэгэ, Алгешкэ, махбаты-эгэгэ. Лала гульдер, лала гульдер, шаркына, маммардына бельгисыэ. Лала гульдер, лала гульдер, гул entered, здорово, здорово, романтично, не менее романтично, ну прям здорово, и как раз таки, дорогие друзья, мы успели с вами влететь в этот май, в этот май, он уже заканчивается, как раз таки мы эту программу подготовили, как раз тематически, да, я только к этому и не готовился. Как раз удача, светлого мая, привет. Да, русский человек, он же талантлив по многих вещах, просто многие об этом не говорят, с детства там танцы, хобби, танцурки и все остальное, а вот сегодня полежать на диване, скажем, мне понравилось, помыть посуду, сына удивить чем-то. Ну, я люблю очень отдыхать более активно, то есть полежать, это, если я вот полежать, это значит прям, это просто отдохнуть от какой-то вот усталости вот такой физической, а отдых именно для ума, наверное, это, я очень люблю играть в настольные игры с друзьями, мы часто собираемся, вот у нас есть уже общий круг состоялся таких вот игроманов, да, наших, ну скажем так, игровой клуб, наверное, да, скорее так. Вот, ну, игры у нас настольные, интеллектуальные в основном, какие-то на логику, поэтому это очень интересно. В квизах, ну, квизы меня подтянул мой братишка, который тоже часто играет в квизы, и, ну, там тоже, ну, там просто как мини-что-где-когда в этих играх, поэтому, ну, мне это нравится. Ну, это нравится. Да. Ну, и вот эти вот ландыши и все остальное. Да, да, это все сочетается, да. А сколько длится твой рабочий день, скажи мне, пожалуйста? У меня с 9 до 6. А голова сколько отдыхает в сутки? Ну, вот с 6 до сна. А, ну, то есть нормально, неупаханная, дорогие друзья. А я-то думал, там еще игры, это же тоже, извините, интеллектуальные игры нужно подумать. Нормально она живет, все у нее там расписано по минутам. А ты скажи, отдыхает или нет, ты говоришь, вот посуду, ну, там, времени у тебя вообще ни на что нет, ты говоришь, по дому заниматься, но посуду моют до блеска даже в холодной воде, говоришь ты. Это, ну, вынуждены мыть эту посуду? Ну, сейчас-то, конечно, в любом случае, скажи, где есть в городе горячая вода, да? Да, мою без проблем. То есть в этом вопросе у нас вообще нет. Знаешь, когда обычно, кто моет посуду, это вот... Я люблю это. Голосование, как говорится, кто не моет посуду, у меня нет в этом вопросе, наоборот. Без проблем, без проблем, помою вообще, чем больше мне ее, давайте. Это не способ отключиться? Нет, 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 ну, просто, ну, вот могу без проблем. Это любовь к порядку, наверное, скорее. Да, а вот картины по номерам, скажи мне, пожалуйста, там откуда. Вот, допустим, моя доченька замечательная, привет тебе, любимая моя, вот она этим занимается уже, наверное, полтора года. Мы пытаемся собаку собрать, ну, что-то уже там вроде как нарисовалось, но ты просто, вот, как я понимаю, гонялся даже за этими картинами, да, у тебя прям, ну, какой-то спортивный интерес был откуда? Ты понимаешь, вот, наверное, это тоже форма отдыха, раскрепощение, может быть, мозга какой-то. Я это называю волнотворчество, у меня так это происходит, то есть, например, несколько месяцев упорно просто покупаешь картины, рисую, 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 просто, вот, ухожу просто туда, там, одну картину могу за сутки нарисовать, то есть, все закрываю. Не люблю тянуть вот это вот, медленно, я бы не смог так долго сама рисовать, я бы ее сразу не рисовал. То есть, нужен результат? Ну, да, и хочу это сразу увидеть, вся, кажется, стена, думаю, увешанная. Потом, например, рисую что-то свое, исключительно только свое. Я, конечно, ни в коем случае не реалист, вот, потому что не учился нигде, да, но это все изменяет вот этот обычный прет. Прет, да, изменяет, да. Да, прет изменяет, да, возможно, это абстракция, скорее всего, будем так называть, но не страшно, все равно. Потом, например, месяц упорно все там, линеры покупаешь, все эти альбомы просто вообще изрисовываешь, потом, хоп, все, прошло. Не надо пока мне это, да? Не надо пока мне. Потом, раз, опять пришло, зимой, кстати говоря, так бывает у меня, и спичек, например. Клеишь там и спичек, и какие-то дикие космические корабли, хоп, опять прошло. То есть, вот такие вот волнообразные всплески творчества, вот. Ну, не сумасшествие? Ну, ты знаешь, талантливые люди, говорят, они немножко того, нет мира сего, поэтому это нормально. Ну, сумасшествие, видимо, в студии, все, дорогие друзья. Да, мне нравится, видимо, я сам такой же, что говорить, если честно. Вот, ну, покажи нам хоть одну свою картину, принес что-нибудь, нет, скажи мне, пожалуйста. Да, конечно. Сейчас уже тот период, когда, ой, нет, мне это не надо. Нет, нет, сейчас самый пик. Сейчас самый пик. Самый пик, да. Я принес, конечно, картину, ну, я не искал рисунок тебе, вот. С удовольствием его тебе подарю и вручу. Боже мой. Я с удовольствием его приму, во-первых, я его... Да, это... Это кто? Дорогие друзья, вот, пожалуйста. Это телерыцарь. Вот так я его вижу, телерыцарь. Телерыцарь, боже мой. Ну, простите меня уже за наглость. Я уже тут очень много лет сижу в этих студиях. Похож. Похож. Я хочу сказать, дорогие друзья, спасибо большое. Памятный подарок обязательно. В редакции не идет место, вот, пусть и до конца программы любуются. Круто, а ведь книгу ты там еще в 20 лет пишешь. Это тоже, вот, пока не надо ушло, пока не надо ушло. Откуда? Что так затянул-то Лев Николаевич Столстой, простите? Ты знаешь, дело в том, что, во-первых, я ее начал как шутку для друзей студенческих. Когда еще... Как молодые были. Да, совершенно верно. Просто как идея была. Я ее закончил. Но через некоторое время у меня вдруг возникла идея написать вторую часть. То есть я у меня по частям. Когда я начал писать вторую часть, она, во-первых, была более серьезной. Ну, прошло, ну, не знаю, такой, может быть, какой-то два, наверное, после выпуска. Выпускался я в 2003 году. И мне затянуло. Затянуло, затянуло, закончил вторую. На автомате пошла третья, потому что концовки нет никак. Потом началась редакция первой, потому что время проходит. Что-то надо там изменить, да? Да, ты что-то... И возраст как-то, и... Ну, жизненный опыт, да? Совершенно. О чем, расскажи мне, пожалуйста, вот и третья пришла. Реалистичная, на каких-то жизненных фантазий? Нет, это фэнтези. Стиль фэнтези, да. Единственный момент, что в этой книге реальные персонажи есть. То есть, условно говоря, мои друзья студенческие... Прототипы, совершенно верно, да. То есть, я предлагал им принять участие в книге. Они выбирали сами для себя героев. Кто-то был эльфом, кто-то был орком, кто-то был волшебником. И я, просто говоря, помещал их в книгу. Потом, естественно, герои книги вообще ушли далеко. Прототипы, я думаю, они не узнают. Хотя, в принципе, развитие тоже интересное. А вот какое место вот Куралай как раз? Я тоже там. Куралай тоже есть. Куралай, где ты там? А, скажи-ка. Она у меня, значит, представитель маленького народа. Маленького очень такого. О, хорошенького. Очень хорошенькое, да. Что-то вроде такое поселение фей. Ну, я сейчас условно буду говорить. Я не буду назвать название этого народа, чтобы не делать спойлеров в моей книжке. Ну, такая вот маленькая поселение. Они занимаются тем, что наблюдают. И они хранители истории. Хранители истории всей вот этой вот земли. Фантастической. Вот у нее прекрасное имя. Клипки. Да. Вот. Неплохо, да? Да, очень приятно. Нравится, конечно, Клипки. Ну, я вообще сама его придумала. Получилось так, что вот несколько лет назад, когда Костя мне предложил поучаствовать, вот быть прототипом какого-нибудь героя, вот он сказал, что есть вот такая маленькая фея. И мы начали думать над ее именем. Ну, я подумала, я вот постоянно за компьютером, все время этот клик-клик-клик, мышка и клики. Так оно получилось. Да, замечательно. Пожалуйста. Да, герои, кстати говоря, тоже могут выбирать свои имя. Книга же не закончена. Книга не закончена. В прошлом году, вот буквально накануне Нового года, издал он тебе, сделал подарок, я закончил третью часть. В принципе, у меня книга закончена. Мне то, что есть, есть, мне все нравится. То есть я редактировал вторую, первую часть. То есть я не успею туда попасть, да? Есть еще четвертая, она заключительная. Вот четвертая заключительная, да, будет. И тогда уже, когда все это соберем, тогда уже будет полноценная книга. И будет финал. Будет финал, да. Без финала, ну как? Ну никак. Даже, дорогие друзья, и наша программа, ну когда-нибудь она должна закончиться, и время. К сожалению, эфирная сетка, она не настолько резиновая, но мне так интересно с нашими гостями. Вот ты как раз, кстати, стихотворение пишешь, да? Да, мне бывает. У меня в основном, чтобы я написала стихотворение, это меня надо прям вот потрясти как-то вот душевно. В смысле? А, я думал. Да, душевно. Ну, возьми, Костя, потрясти ее. Я сразу пояснила, чтобы не возникало. Сейчас из нее начнут слова лететь. Чтобы не возникало каких-то... Потрясения нужно какое-то, да, испытать? Либо что-то на меня должно произвести такое впечатление, причем как положительное, так и отрицательное. Если отрицательное, конечно, это будет грустный стих. Если положительное, то это какой-то романтический. Вот. Разные жандровые. Из меня обычно... Вот они как-то так выходят, и я потом их, если честно, не запоминаю. Но... Ну, ты успеваешь выходить? Я их записываю, да, у меня они хранятся все в заметках. Ну, Константин Евгеньевич, как человек, который пишет стихи, он оценил. Он сказал, что ему понравилось. Великолепно, у нее великолепные слова. Зарифмованные или больше смысловые? Нет-нет-нет, смысловые. Там иногда такие глубокие смыслы, что-то... Помнишь хоть один фрагмент? Вы, надо, ну, это читать. Вы и не надо. Пусть интрига, в конце концов, в нашей программе все-таки остается. Вот твоя вторая половина, я по-другому не могу сказать, сказала в начале программы, как-то ей вот замечательно поешь из «Зародней судьбы». Ну, это романсы, да, по-моему, в этом фильме в большей степени? Нет, с легким паром. Не об этом фильме, раз вы бы сказали. Не романсы там же. Там, ну, там такие лирические, больше балладные. Ну, простите меня, если я забыл про этот фильм, да, но я помню же там, ну, «Вагончик тронется», безусловно, на каком романсе, да, но там же есть «По улице моей» который год, да, «Польщикское произведение». Ну, исполни нам напоследок хоть какую-нибудь еще песню неожиданно. Можно из этого кинофильма? «Со мной вот что происходит, Ко мне мой старый дорог не ходит, А ходит в праздник суети, Разнообразные нити». Ну, как-то так. Ну, как-то так, дорогие друзья. Вот еще раз напоминаю, различные просто друзья, по-другому не скажешь, были в нашей студии. Со мной вот что происходит. Ко мне друзья сегодня тоже пришли в студию. Мне было с вами очень приятно. Я много чего о вас узнал абсолютно нового. Дорогие мои друзья, я еще раз вам представлю. Это журналист, выпускающий редактор. Ну, это такая лучшая работа, если честно. Это ответственно очень сильно. Константин Шелков и Куралай Шай Ахметова. Вообще, мы вместе, это пара, и вместе это новые старые песни. Замечательные, которые мы послушали сегодня. Я их запомню, эту программу, надолго, надолго, надолго. Вам букет цветов. Подайте, пожалуйста, красный цвет, кстати. Как приятно. Я очень люблю красный цвет. Спасибо большое. Не подумывал бы мы про ландыши. Спасибо. Простите нас, пожалуйста. Салон цветов комплиментов. Кстати, очень замечательный салон. Я им тоже передаю огромный привет. Вам пока-пока. До новых встреч. Надеюсь, когда появится, родится, а потом вы мне скажете, ваше новое творческое произведение. Будьте здоровы. Спасибо большое. Пока-пока-пока. А вот и закончилась наша программа. Дорогие друзья, мы сегодня очень сильно постарались. И мне помогала просто замечательная команда. Главный режиссер проекта – это Павел Баренев, звукорежиссер Дорин Сулейменов. Видеооператоры, благодаря им, вы нас сегодня видели. Это Максим Носков, Станислав Кейкин, это Герман Сосновцев, и я, Тимофей Голев. Всего доброго. Увидимся в ближайшее время на телеканале «Ирбис». Пока-пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова